Hello! I'm happy to see you again! And the topic of our today's lesson will be environmental protection. Тема нашего сегодняшнего урока – защита окружающей среды. Let's look through words. Давайте посмотрим слова. Paper bag vs plastic bag – бумажные пакеты против пластиковых. Repeat after me. Paper bag vs plastic bag. Wood chips – кусочки древесины. Еще я была удивлена узнать, когда я посмотрела перевод, что это означает также деньги – chips. И даже такое разговорное слово сленговое, как бабло – chips. Теперь вы будете знать. Paper pulp – древесная масса. Paper pulp. Bleach – осветлять. Bleach. Harm the environment – вредить окружающей среде. Harm the environment. Manufacture – производство. Manufacture. Landfill site – свалка. Landfill site. Either way – в любом случае. Waste – отходы. Waste. The rest – остаток, остальное. What happens to the rest? А что же происходит с остальным? Throw away – выбрасывать. Throw away. Мы уже знаем глагол throw – бросать. Throw through thrown. Decompose – разлагаться. Cause – являться причиной. And mistake for food – принимать за еду. Neither of them. Не один из них. Neither of them. A reusable fabric bag – многоразовые тканевые сумки. A reusable fabric bag. Protect environment – защищать окружающую среду. Protect environment. Light – легкий. Мы уже знаем перевод этого слова как свет. Вот еще его одно значение. Light – это легкий. Rubbish – мусор. Rubbish. Иногда еще говорят rubbish – это чепуха. It's rubbish. Чушь какая. It's rubbish. Get rid of – избавляться от чего-то. A large deep hole where we bury rubbish. Большая глубокая яма, где хоронят мусор. Обращаем внимание на слово bury. Как оно пишется. Читается абсолютно по-другому. Damage – harm. Повреждать что-то. Damage your car. Мы можем повредить свою машину. For example. Damage something. Итак. Paper bag vs plastic bag. Бумажные пакеты против пластиковых пакетов или сумок. Кстати, такая тема может вам попасться на ОГЭ или даже ЕГЭ. Мы с учениками обычно брали первую тему про зоопарки. И вот в 2018 году эта тема про зоопарки попалась даже не на ОГЭ, а на ЕГЭ. Поэтому всем пришлось очень долго и нудно ее вспоминать. И вот эта тема тоже – пластиковые пакеты или бумажные – тоже в подготовке к экзамену есть. Но я ее встречала в разговорке. И там как раз нужно дать свое мнение, как вы считаете, чем лучше пользоваться – пластиковыми пакетами или бумажными. Так что pay attention, обратите внимание. Возможно, вам эта тема очень даже и пригодится. Потому что на экзамене любят тему окружающей среды. Ну, конечно же, они стараются дать темы, которые в учебниках есть и которые пройдены школьниками. Итак. Where does it come from? Откуда же это все? As you know, paper comes from trees. Как вы знаете, бумага происходит от деревьев. But you may not know that it takes about three tons of wood chips to get one ton of paper pulp. Но, может быть, вы не знаете, что нужно около трех тонн деревянных кусочков, чтобы получить одну тонну древесной массы. Can you imagine the number of trees needed every year just to make paper? Можете вы представить себе количество деревьев, которых нужно каждый год, только для того, чтобы делать бумагу. Вы можете быть также удивлены узнать, что мы моем, осветляем и окрашиваем эту бумажную массу, используя химикаты, которые вредят окружающей среде. Пластик comes from oil, а пластик происходит от нефти. Now we all know that the oil industry causes pollution. Сейчас мы все знаем, что нефтяная преимышленность является причиной загрязнения. Furthermore, более того, Производство пластиковых сумок использует много электричества, что нехорошо для окружающей среды. Где же оно заканчивает это все свою жизнь? Ваш бумажный пакет может закончить свою жизнь на свалке. Где ему потребуются годы, чтобы разложиться. Если вы отнесете ее в переработочный центр, Ресайклин, переработка, что мы можем переработать? Стекло, металл, бумагу, пластик. Итак, если вы отнесете ее в центр по переработке, It means – это означает More energy and chemicals are used, Что будет использоваться еще больше энергии и химикатов. Either way, there's waste. В любом случае – потери. Или waste – отходы. Like paper, plastic bags often end up in landfills. Как и бумага, пластиковые сумки с пластиковой пакетой часто заканчивают свою жизнь на свалке. В действительности в Англии, например, мы перерабатываем только одну из двухсот пластиковых пакетов. Так что же случается с остальными? Мы их выбрасываем. Пластиковой сумке нужно более тысячи лет, чтобы разложиться. In the meantime, тем временем, Пластиковые сумки являются причиной свыше. To die – смерти – являются причиной смерти свыше ста тысяч морских черепах And other marine animals и других морских животных. Every year – каждый год. When animals mistake them for food – когда животные принимают их за еду. Мы используем большое количество природных ресурсов для изготовления и бумаги, и пластиковых пакетов. Both bags end up in the landfill anyway. Оба они заканчивают свою жизнь на свалке в любом случае. So neither of them is the winner. Поэтому никто из них не победитель. The best way to carry your shopping and protect the environment at the same time is to choose a reusable fabric bag. Лучший способ проводить свой шопинг и защищать окружающую среду в то же самое время – это выбирать многоразовые тканевые сумки. Reusable bags make minimal energy, take minimal energy to make. Многоразовые сумки требуют минимальное количество энергии. Are light, а не легкие. And last for years. И длятся годами. Вы можете пользоваться ими годами. Ну что ж, давайте послушаем еще раз в исполнении носителя. Все ли мы понимаем, а потом ответим на вопросы. Сделаем следующее упражнение. Be careful, be attentive, будьте внимательны. Where does it come from? Paper. As you know, paper comes from trees. But you may not know that it takes about three tons of wood chips to get one ton of paper pulp. Can you imagine the number of trees needed every year just to make paper? You might also be surprised to know that we wash, bleach, and color this paper pulp using chemicals that harm the environment. Plastic. Plastic comes from oil. Now we all know that the oil industry causes pollution. Furthermore, the manufacturing of plastic bags uses a lot of electricity, which is not good for the environment. Where does it end its life? Where does it end its life? Your paper bag can end up in a landfill site, where it will take years to break down. If you take it to a recycling center, it means more energy and chemicals are used. Either way, there's waste. Plastic. Plastic. Like paper, plastic bags often end up in landfills. In fact, in the UK, for example, we recycle only one in 200 plastic bags. So, what happens to the rest? We throw them away. A plastic bag takes more than 1,000 years to decompose. In the meantime, plastic bags cause over 100,000 sea turtles and other marine animals to die every year when animals mistake them for food. The verdict. We use large amounts of natural resources to make both paper and plastic bags. Both bags end up in the landfill anyway, so neither of them is the winner. The best way to carry your shopping and protect the environment at the same time is to choose a reusable fabric bag. Reusable bags take minimal energy to make, are light and last for years. Now, when we understood everything, we tried to do exercise 3. Теперь, когда мы все поняли, пытаемся делать упражнение 3. It is made from renewable resources. Ее изготавливают из возобновляемых ресурсов. Что это такое? Is it paper bag or plastic bag? I think it is paper bag. Я думаю, это бумажные пакеты. Почему? Потому что деревья вырастают снова и потому что ее можно перерабатывать. Поэтому это paper bag. Recycling it uses a lot of energy. Переработка ее использует много энергии. Требует много энергии. Вот смотрите, я вам показываю. If you take it to a recycling center, если вы отнесете ее в центр по переработке, it means more energy and chemicals are used. То есть это paper, бумага. То есть ее тяжело восстанавливать. It takes a long time to decompose. Уходит много времени, чтобы она разложилась. Это, конечно же, plastic bag. Смотрим. A plastic bag takes more than one thousand years to decompose. Более тысячи лет уходит на то, чтобы разложиться. A lot of energy is needed to make it. Много энергии уходит на то, чтобы сделать ее. Конечно, это бумага. Очень много деревьев надо переработать для маленького кусочка. Мы с первой части прочитали. It's paper bag. It can cause animals to die. Она может являться причиной смерти животных. Of course, plastic bags. Вот предложение подтверждающее. Plastic bags cause over one hundred thousand sea turtles and other marine animals to die every year. When animals mistake them for food. А мы уже на другой страничке и быстренько делаем упражнение 4. Что здесь нужно сделать? Match the underlined words to their meaning. Соединить подчеркнутые слова с их значением. Какие у нас там были подчеркнутые слова? Вы их помните? Let's have a look. Minimal. Минимально. Light. Легкий. Mistake for. За что-то принимать. Ошибочно. Декомпоуз. Разлагаться. Throw away. Выбрасывать. Какие еще слова? Landfill site. Свалка. Manufacturing. Производство чего-то. Ham. Вредить. Вот эти подчеркнутые слова нужно вписать сюда. И чтобы не тратить время, я быстренько вписала их для вас. Итак. Confuse with something. Что-то с чем-то путать. Mistake for something. Чуть я не совсем правильно написала. Да. Mistake. Конечно. Mistake for something. Принимать ошибочно что-то за что-то. Damage. Повредить. Harm. Making something. Что-то делать. Manufacture. Производить. Not heavy. Нетяжелый. Light. Легкий. Only a little. Только немножко. Minimal. Минимально. Get rid of them. Избавиться от чего-то. Throw away. Выбросить. Break up. Decompose. Разложиться. A large deep hole where we bury rubbish. Большая глубокая яма, где мы хороним мусор. Конечно же это landfill site. Это свалка. Дальше он у нас идет. Word formation. Слово образование. Опять же нужное для ОГЭ. Это одно из заданий. Превратить одну часть речи в другую с помощью суффиксов. Приставок. Итак. И сегодня у нас приставка ре. Ре означает repetition. Что-то сделать заново. Пробуем ее сочетать с глаголами. Build. Строить. Rebuild. Перестраивать. Marry. Жениться. Выходить замуж. Remarry. Заново выйти замуж. Name. Назвать. Rename. Переименовать. Open. Открыть. Reopen. Открыть заново. Start. Стартовать. Restart. Запустить заново опять что-то. Ракету, например. Write. Писать. Rewrite. Переписать. Print. Напечатать. Reprint. Напечатать снова. Appear. Появиться. Так и хочется сразу сказать. Disappear. Исчезать. Reappear. Появляться снова. То есть, he appeared. То есть, he appeared, он появился, disappeared, исчез, and reappeared again. И появился снова. Так мы запомним. Discover. Открывать. Rediscover. Открывать для себя заново что-то. А теперь посмотрите, пожалуйста, справа. To your right. You can see the word think. Вы можете видеть слово think. Подумай. Portfolio. Your partner uses plastic bags. Ваш партнер пользуется пластиковыми пакетами. Using the diagram, try to persuade them to switch to reusable ones. Используя диаграмму, попробуйте убедить их. Persuade them to switch to reusable ones. Поменяться на многоразовые. Use the information in the text. Используйте информацию в тексте. And record yourself. И себя даже можно записать. Записать, потом прослушать. Так вы легче услышите свои ошибки. Ну, давайте посмотрим, что они нам предлагают. A and B. Student A and student B. Итак, рекомендуйте не использовать пластиковые сумки. И дайте свои причины. Give reasons. Итак. You shouldn't use plastic bags because it takes one thousand years to decompose. Потому что у них уходит тысяча лет на то, чтобы разложиться. And sometimes they go to the sea. Иногда они попадают в море. And cause animals to die. И являются причиной смерти животных. When they mistake them for food. Когда они принимают их за еду. А что же он ему отвечает? Agree. Suggest using paper ones. Согласитесь. И предложите использовать бумажные. I see your point. Я тебя вижу, твою точку зрения. I see your point. How about using paper ones? They are easy to decompose. Они легко разлагаются. И нам здесь нужно, опять смотрим, не согласиться. Disagree given reasons. Не согласитесь, давая причины. I don't think so because. Я не думаю так, потому что. It takes a lot of trees and energy to produce paper bags. Это уходит много деревьев и энергии, чтобы to manufacture these bags. Чтобы на производство таких сумок. Ask what to do. Спросите, что же делать. So, what can we do about it? Итак, что же мы можем сделать? Suggest solution. Предложите решение. We could use reusable fabric bags instead. Мы могли бы пользоваться многоразовыми тканевыми сумками вместо этого. Agree, согласитесь. I guess you are right. Я думаю, ты прав. Вот видите, по схеме так мы составили диалог. Ну, надеюсь, теперь вам будет легче справиться с этой темой. I think it will be easier for you to do with this topic. Listen to this video several times. Послушайте это видео несколько раз. Put your comments down. Оставляйте свои комментарии внизу. И напишите мне, получили ли вы за урок хорошую оценку. Увидимся в следующий раз.